Практика вот черных инкассаторов, которые в мешках и в сумках возили деньги через Внуково в Москву, в Дагестане распиленные деньги, обналиченные, возили мешками. Здесь даже транспортная милиция на тот момент, полиция не справлялась с потоком черного нала. А сколько вы там прожираете, нас не касается. Да, то, что вы там убиваете или школу разрушаете, или там собственную молодежь губить будущее, да это нас не касается. Марат, после того, как ты сложил с себя полномочия, ты дал интервью Максиму Шевченко, где подробно рассказал о конфликте после этого. Но скажи мне, пожалуйста, вообще вот за этот период, после того, как ты сложил полномочия, прямые угрозы были? Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Марат, салам алейкум. Наконец, рад тебя видеть в нашей студии. Валик, салам, брат. Взаимно, брат. Спасибо. Слушай, Марат, я думал, что я тебя еще, наверное, месяца два-три не увижу. Настолько ты стал популярным, столько людей мне звонило по поводу Марата Асланова. Дай его номер, похвали его, скажи, что он мужчина, что он герой Дагестана. Ты как пережил вообще, я не знаю, эту неделю-полторы, которая прошла с момента твоего сложения полномочий? На самом деле, с самого начала я даже не мог представить, насколько это будет сложный период и насколько это отразится. Ничего не было запланировано. Никаких мыслей, мыслей только поступить так, как я считаю, нужно для себя. Я единственное напомню зрителям, Марат Асланов, бывший депутат 6-го созыва Народного собрания Дагестана, который публично сложил в себя мандат. И не просто сложил, но и обвинил коррумпированную элиту Дагестана, которая 30 лет просто разворовывала бюджет и ничего не делала. Я бы сказал, напомнил. Обвиняет это некие уже славы или судебные системы. Я всего лишь напомнил об этих действиях и в знак несогласия с тем, что я не готов дальше находиться с теми людьми, которые смело говорят о публичных местах. Говорят о преступлениях, характера, покидывания наркотиков, оружия. И для себя я просто осознал, что пришло время выбрать или сейчас, или потом. Не важно, на час, может, надо было через некоторыми, как некоторые. Нет, для себя я решил, вот сейчас я продолжаю или нет с этим людьми путь. То есть нахожусь я дальше, соглашаюсь. То есть после вот этого громкого вброса, вот этого видеозаписи, где публично обсуждалось подбрасывание наркотиков. Вот именно с самого видео. То есть все остальное, это мои уже внутренние мысли, которые я изложил для себя. Вот я выложу, все, уйду. Но произошел надлом, и вот эти дни мне звонили десятки тысяч. Десятки тысяч человек, огромное количество. Прямо тысяч? Да. У меня просто, я приходил ночью в два-три, я никакой. Вот только вот сегодня у меня ночью, то есть вчерашний день закончился, у меня два часа. Утром уже восемь-тридцать, мне звонят и так далее. И целый день здесь. Я в Москве по работе, по бизнесу, но уже шесть встреч было, которые там, ну, просто люди хотели, люди так. И причем перехватывали друзей, возили туда, куда я не хотел ездить, условно. В баню. Ну, очень много, сегодня очень много достойных встреч было людей. Суть в том, что, во-первых, я скажу всем спасибо. Огромная поддержка почв. Колоссальная, от всего Дагестана, со всего мира. Нью-Йорк, Сидней, Сингапур, везде, где дагестанцы. Звонили простые люди или влиятельные тоже? Я на самом деле не мерился, я не знаю, на самом деле, вот когда мне кто-то звонил, просто говорил, я такой-такой-то. Или из Дагестана, когда мне очень многие звонили, конечно, известные люди и разные, и обычные. Я всем отвечал, я даже старался отвечать, но я прошу извинения, если кому-то не ответил, но я старался всем ответить в социальных сетях. Я не держу секретаря, не держу отдельного помощника для этого. Я сам лично бывал в машине, еду за рулем, отвечал там всем спасибо и так далее. Если кому-то не успел, я благодарен всем за эту поддержку. Это не была запланирована пиар-акция, как многие думают. Это никакая не подготовка, никаким выбором. Я никуда не собираюсь ни вчера, ни сегодня, ни в тот день, никаких планов впереди. Я для себя решил определить, остановиться, вернуться в бизнес, семью и спокойно заниматься тем, что приносит мне удовольствие. Позволь, я просто напомню картину. То есть, 30 лет Дагестан развивался в абсолютно коррупционной преступной логике. Аресты огромного количества дагестанских чиновников, начиная от премьер-министра, заканчивая там министрами и руководителями департаментов, которые сейчас все сидят в Лефортово, показало нам, что эта логика уже неприемлема в современной России. Что Кремль идет на показательную, демонстративную, публичную экзекуцию наказания Дагестана за эти 30 лет хищения. Несмотря на то, что сами, кстати, люди из Москвы и высокие чины из Москвы потворствовали рождению этой коррупции, участвовали в распиле всех этих бюджетов на дагестанской земле. Но, несмотря на это, как бы первый сигнал из Москвы был получен. И ты в этот период как раз являлся депутатом Народного собрания. Ты в этот момент являлся депутатом Народного собрания. Я так понимаю, у тебя решение дистанцироваться от этой коррумпированной элиты вызревало постепенно. И последней каплей стало вот это вот видео, где говорилось о том, что применяется в Дагестане практика подбрасывания патронов и наркотиков неугодным конкурентам. Десятки тысячи разрушенных семей. Десятки тысяч жизнепогубленных молодых людей. Именно этой практикой. Именно этой практикой. И чтобы не думали, что я там вот этим только фактом, я за четыре с половиной года старался быть последователем. То есть это не было моими единственными действиями и прочее. Я старался указывать, показывать болевые точки Дагестана. Но тот вопрос, который ты начал, Руслан, именно за 30 лет. Вот что я для себя осознал за эти четыре с половиной года большой политики дагестанские региональные. После развала Советского Союза встал вопрос, каждая республика пыталась поймать суверенитет или отделение в тот момент. Центр решал с каждым регионом отдельно. И определенным кланом внутри Дагестана был дан, скажем так, карт-бланш на определенные действия в обмен на лояльность. Это продолжалось примерно до 2000-х годов. Просто давали бюджеты и говорили, успокаивайте народ, раздавайте деньги, оставайтесь в составе России. А сколько вы там прожираете, нас не касается. То, что вы там убиваете или школу разрушаете, или там собственную молодежь губить будущее, да это нас не касается. Ребята, вот только не отделяйтесь. Я бы даже поправку сделал. Не то, что не касается. Касалось в той части, что нашу долю тоже отстегиваете. После этого... Это практика всегда... Практика вот черных инкассаторов, которые в мешках и в сумках возили деньги через Внуково в Москву. В Дагестане распиленные деньги, обналиченные, возили мешками. Здесь даже транспортная милиция на тот момент, полиция не справлялась с потоком черного нала, который возвращался в Москву. Непосредственно федеральные бюджеты давали таким образом, в обмен на лояльность. В 2000-е годы начало, это Вторая Чеченская война, то есть некий перелом в сознании. В тот момент уже концентруется в меньшем количестве в руках кланов в Дагестане. То есть это уже не 12-15 кланов в разрушении. Теперь большинство некоторых ликвидируется. Вспомним, там условно, Хачилаевы, да, и Шараповский. Они просто выводятся за рамки, да. Да, выводятся и концентруются на меньшем количестве, да, Центр выбирает для себя уже сильных лидеров среди них. И таким образом это идет до 2010-х годов. Когда уже в вертикали власти укрепляется, Центр принимает совершенно другое решение, уже себе подчинить под страх. То есть на тот момент Москве приходилось чуть ли не на равных разговаривать с этими людьми. Ну, вспомним, там, Амирова, который имел огромное количество грамот от ФСБ, СВР, ну, разных-разных служб. Эти люди имели признание, почет, и они были в кабинетах. И происходит надлом. Для того, чтобы изменить это отношение под эгидой патриотизма, нам отправляют в 2013 году, там, да, вспомним, Рамазана Абдулатифова Гаджимурадовича, да. Конечно, на тот момент и сам народ, многие верили, включая меня, я уверен, что и у тебя в тот момент была надежда, потому что федеральный... Его встречали, там, колонна дагестанцев от аэропорта до Махачкалы состоял. Абсолютно. Была надежда, было, то есть, но строитель, то есть, точнее, милиционер или, там, хирург не может быть строителем. Давайте, там, философ не может быть строителем. То есть тот человек, который не создан, созидать он никогда не будет. То есть человек, там, философ, ну, может, там, философствовать, не напрягаясь, там, ну, потому что натура философа такова. И, соответственно, он погряз вот в этих договорняках. И для людей, которые отстранены были, он до долгих годов не был в таком достатке, скажем, может быть, то это он получил достаток немоверный. И, соответственно, воспользовались слабостью его, я это называю слабостью, потому что... И, конечно, было огромное количество ошибок. Самый первый мой выход как раз против Абдулла Типова, когда он признался о даче взятки. То есть на одном из форумов образовательных форумов он признался о том, что дал госчиновник федерального уровня Рособорнадзора, кажется, а будучи ректором он дал взятку и об этом признал. Для меня депутата, я как раз вот ровно такой же эмоциональной состоянии не был. Я был в селе, проводил какие-то майские мероприятия спортивные, вернулся в Махачкалу. Я никому не говорил, попросил помощника изготовить. Нашел в интернете Яндекс.Картинки, я говорю, изготовил мне то-то, то-то просто. И вышел тогда к правительству. Для меня, когда я видел как депутат, что нам приносят бюджет, и там написано, словом, 300-400 миллионов на всякие форумы, на всякие инвестиционные форумы, все, что якобы развивает инвестиционные привлекательства Дагестана. Но тут глава Дагестана одним своим словом перечеркивает, что он говорит, если у вас возникают проблемы, проблему делайте так же, как я, давайте взятку. И вот любой бизнесмен, здравомыслящий, никогда не пойдет в эту республику, если глава региона сам дает взятки. И это все, и для меня это было как так, на такой трибуне. Ну, естественно, долго пытался, с генпрокуратурой переписывался на то, чтобы действительно это статья уголовного кодекса. Конечно, многих тогда заинтересовал второй плакат, скажем так, где про корову якобы он сказал, и в нем не прессы, а было переключено именно на это, а не про коррупцию. А я вообще говорил... Ну, я напомню, что он сравнил женщин Дагестана с коровами. Для меня это произошло в одно время, в один час, скажем так, он успел вляпаться. Дальше у нас происходит следующее. Происходит в Акханале. Москва понимает, что ситуация уходит из-под контроля. И теперь нужно Дагестану новый тренд какой-то. За два месяца примерно я понимал, знал об этом, о том, что это был август где-то, об изменениях. И нам отправляют бывших обооповцев, скажем так, да, бывшего министра МВД России. Тематика, естественно, освобождение от коррупции. Ну, показатели мощно. Все. С этого момента все кланы напуганы. Нет никаких игр, все разрушено. И, естественно, тут многие, опять-таки, включая меня, надеялись на федеральную величину Васильева. И надеялись на то, что его тяжеловесный, извиняюсь, административный ресурс сможет изменить расход. Когда ты понял, что никаких изменений не будет при Васильеве? Когда примерно на следующий год ни правительство, ни Васильево не пришли с отчетом. А вместо этого сделали небольшой такой а-ля концерт. Собрали в Доме дружбы всех там. Вместо того, чтобы при тех депутатах народ собрали, из этого флешмобы делали. И потом, когда я понял, что якобы правительство Сдунова было эффективным, и на чистом, скажем так, духу, на серьезе Васильев начал говорить о том, что за лучшее эффективное освоение денег мы получили миллиард рублей. Я напомню, про этот миллиард так и никто не знает. И еще долго выбирали, еще разные флешмобы проводили, опять-таки, Минмолодежи. Куда же этот миллиард потратить? Потратить. Потратить, якобы набережно. Правда. Я был удивлен. Вопрос в том, что нигде это не было прописано. Этот миллиард пытались, телевизионные ролики будут, вот сейчас миллиард туда потратим, вот это туда. И в последующие годы начали игнорировать вообще нормальные какие-то протокольные вещи. Я так понимаю, что вообще перестали даже считаться с реакцией общества, с необходимостью, опять-таки, по всем процедурам политическим, прописанным, правовым, вообще проводить решение вопросов. Просто, ну, власть настолько оторвалась от народа. Василий старался не вникать экономическую, для него это приносили некому там цифру, каких-то папках. Я уверен, что он был отгорожен от многих вещей, которые там, вот, ему что-то преподносили, потому что на примере Дебенской больницы, я могу точно сказать, когда я с трибуны сказал, что место главврача продается, а именно вы, Владимир Абдальевич, а я был свидетелем, когда он приглашал этого главврача в Дагестан. Эти люди приехали бросить свои семьи из Петербурга, чтобы поднимать медицину, и я был свидетелем. И я только напомнил, на следующее утро он поехал в Дебен и решил эту проблему. То есть это показало для меня то, что в принципе многие вещи до него не доносили, точнее большую часть информации. А внутри, условно, эти эффективные менеджеры по главе с Аздуном устроили Махновщину. Это я так называю, потому что, когда на комитет, а я входил в комитет по инвестиции, министр по земельным ресурсам, на тот момент Толстикова, она сейчас замминистра России по просвещению, если правильно помню, и предыдущие, или после нее, которые ни один министр по земельным отношениям и имущественным, не сдали нам отчет. Они не смогли ее защитить перед нами депутатами. Я понял, насколько слабо. Им было без разницы, получится, не получится, план приватизации не выполнен. Ну ладно, ребят, не принимайте. Вся эта команда схлопнулась на наших глазах, и фактически на днях в Совете Федерации, где Сергей Меликов рассказывал сенаторам о страшной, катастрофической ситуации в Дагестане, все сенаторы, включая, естественно, и спикера Валентину Матвиенко, подтвердили, что ситуация в Дагестане чудовищная. Они с его анализом, с его оценками согласились, и тем самым подтвердили полный провал предыдущей администрации, администрации Васильева. Ну ладно, оставим этот кейс, давай вернемся к тебе, к твоему шагу. Я думаю, что сейчас огромное количество людей задается вопросом, чей человек, Марат Асланов, кто за ним стоит. За ним стоит ФСБ, администрация президента, за ним стоит ГРУ, за ним стоят сильные игроки. И кто стоит за тобой, и кто ведет тебя по политической лестнице? Во-первых, эти вопросы, с самого первого дня, как я появился в здании, в народсобрании все задавали, что я там из Петербурга, мне заслали спецслужбы и прочее. Потому что никто не верил, что там обычный парень может пройти через фильтр народных выборов. Потому что это действительно невозможный процесс. А как ты прошел? Мне, кстати, уже звонили люди и спрашивали, слушай, а Марат Асланов как стал депутатом? Я клянусь, был такой звонок. Не поверите, я пошел по пути демократических, то есть контакт с людьми. Удивительно, что такое впечатление, что ты с другой планетой рассказываешь какие-то истории. Но мои оппоненты, они привыкли по старым методам работать, я просто их опережал и переигрывал, и очень много блефа для них запускал. Для того, чтобы просто я решил так, никому денег не дам, предложение было так, вначале 10 миллионов дайте, потом 7, потом ладно, хотя бы 3 дайте, все окей, пропустим. То есть понимаешь, что я уже... Миллионов чего? Рублей. Ну, я по-другому, я пришел в каждый населенный пункт, условно говоря, сформировал некий фонд для себя, и каждый населенный пункт проходил и задавал опорджемент. Я три раза объехал район, 41 населенный пункт. Ты от Хливского района? Я от Хливского района, я родился в Ленихаревске, до 16 лет жил там, закончил школу и уехал в Петербург. То есть, у многих, кстати, вот такую небольшую вставочку, везде там сейчас меня топят некоторые телеграм-каналы и прочие по заказу, что у меня есть отец, который оставил какие-то огромные... Состоятельный отец, наследство... Да, какие-то там преступные обналичивания, прочее. Отец у меня умер в 93-м году, да, 8 лет мне было, мать меня нас воспитывала. Так что вот и дальше все истории, которые там, да, сейчас расходят, именно такой же характер. То есть, ничего не остается, потому что на меня ничего, этого нету. То есть, я никого ничего не воровал, никогда не совершал никакие преступления в жизни, меня никогда ни к чему не привлекали. В общем, я приходил к каждому населенному пункту и спрашивал Джеймату, что нужно сейчас, до выборов. Я брал небольшую часть, вот небольшую работу, кладбище огородить, родник сделать, мост отремонтировать. Объясню, это инструмент доверия, люди разочарованы. И все приходили во все времена, все депутаты, кандидаты, это как, там, сделаем, вы только меня изберите, и я сразу вам сделал, и водопроводы, и то. Я понимаю эту психологию, понимаю ситуацию сложившуюся, я изменил по-другому. Я каждый населенный пункт приходил, брал на себя одну определенную, две работы. И, условно, мои товарищи выполняли до выборов. Второй раз я объезжал для того, чтобы проконтролировать вопрос, а третий раз я уже Джеймату собирал, и в каждом селе я сказал, Джеймату, уважаемый житель того или иного села, все, что я делал, это радует всевышнее дело. Я не хочу, вот, какими-то вещами, вы не думаете, что ваша совесть хочу покупать. Я хочу, чтобы вы осознали, что я тот человек, который хочу дать вам слово и ее выполнить. И я вот показываю, и за меня пошел тот народ, и начал биться. Ты шел как одномандатник? Я от районной группы по КПРФ, то есть партийный список и так далее. То есть они голосовали за КПРФ, список КПРФ, ты прошел? Нет, именно, то есть это нужны, то есть Единая Россия, КПРФ, условно, и кандидаты конкретно. То есть любая партия, это личности. Сколько бы ни говорили, да, может быть вас протащат по партийным спискам, потому что вот там, извиняюсь, там постирали кому-то носки, как я это называю. Но все равно любое движение, это личность, любое действие положительное на рост, это личность. В итоге за тебя проголосовали, и какова была реакция народного собрания? Вот я недавно рассказал, как бы только о узком округе. Единственный человек, который меня поймал в кабинете, а я старался, избегал захода в кабинет вообще. Говорил тому, я на похоронах, когда меня пытались разную люди выхватить, или там на ходу, на телефон, я всегда старался уйти от разговора. Нет разговора, ни о чем не договорились, да, правильно? И есть такой, он был тогда представителем главы Дагестана Южно-Территориального округа, Олег Хасбулатов его звали, он мне звонит, салам алейкум, алейкум салам, ты где? Я говорю, там занят немножко, там в селе, он говорит, нет, ты находишься там-то, вот сейчас в таком-то, в такой-то куртке. Ну, то есть, кто-то ему доложил, что я нахожусь в таком-то селе, приезжай ко мне. Ну, я говорю, я беру одного ксакала с собой, чтобы он был свидетелем разговора. Я никогда, то есть, скрытых таких действий не делал, чтобы меня потом не обвинили в лицемерии и так далее. Поехали в Дербент, у меня с собой было два телефона, я знаю, что такие граждане любят такие разговоры. Я говорю, я один, включая на запись, в карман внутренний один телефон, и второй, я перед ним, он говорит, положи телефон, оставь здесь все секретно. Ну, я оставляю, ну, и захожу. И он мне начинает рассказывать, ну, все, ты показал, мы тебе дадим место, мы там это, пойми. Он начинает про какую-то куртку свою дорогую рассказывать, про какой-то вкус одежды. И начинает как бы, и он произведет фразу, вам салам алейкум, я всегда буду это вспомнить. Говорит, понятие справедливости в природе относительное. И для меня это осознавал, что как бы... И с этого момента, вот я его поблагодарил за внимание, уехал, больше ни с кем не встречался. Да, я гораздо больше набрал, больше, чем 57 или 58 процентов, но меня оставили там в районе 35 или там что-то в ровне. Это достаточно было, чтобы мне пройти, потому что остальное по пути представители Уики переделали, подделывали и так далее. Я не смогу все равно сохранить. Все голоса. Все голоса. На каждом пункте я оборудовал свои камеры. GoPro, купил GoPro камеры. 41, ну, там, с лишним, там, сколько-то камер. Выдал фонари, потому что, именно, точнее, да, фонарики всем. Потому что есть такой прием во время выбора. Когда вы начинаете считать, во всем районе выключается свет. Мне пришлось вот на такие уловки идти, для того, чтобы сохранить. И именно наличие этих камер держало в тонусе всех. Было такую шутку, тоже я вам расскажу. Те, кто участвовали, у нас была общая WhatsApp-группа. И там одна из, один из, с одной из пунктов пишет, мне, говорит, это самое, сломалась карта памяти. Ну, я говорю, только не переставай направлять камеру, сиди до вечера вот так, включенная камера. Само наличие камеры более-менее дисциплинировало тех граждан. Поэтому вот так я прошел, и искать за мной какую-то конспиративную историю, что есть какая-то мегаистория, не нужно. Есть моя команда, действительно, она у меня есть. Она моя, финансы мои, поддержка моей семьи, моих друзей, партнеров. Нету никакой иной политики. Я не ангажировался ни с одной из групп. Я вообще не интегрировал никакую-либо финансовую группу. Есть вот молодой парень из Петербурга, который, правда, захотел что-то... Два вопроса осталось, Марат. Да, Руслан. За годы пребывания в Народном Собрании ты осознал, что в одиночку можно что-то изменить? Или ты осознал, что в одиночку нельзя ничего изменить? Все можно изменить. Больше количество дает больше эффекта. Меньше один человек, один эффект. Я за эти годы поднимал те вопросы, которые, правда, я не могу вам рассказать, доказать, что это было после из-за того, что я к чему-то привлек внимание, или что-то сделал. Но я могу даже сказать, вот последнее, это когда Сергей Алимович пришел, и я привлек внимание, что под видом борьбы с ковидом украли, ну, я это так и назову, 11,8 миллиардов рублей. 11,8 миллиардов. Это была поручена счетная палата, я знаю, что счетная палата еще раз по сей день. Было бы у нас пять, это было бы громче считалось. То есть не было в Народном Собрании пяти человек, готовых биться, как бился ты? Нет. У них не было таких обязательств перед народом, как у меня. То есть у них не было. Нет, я никоим образом не хочу сказать, что в Народном Собрании нет вообще. Нет, нет. Там много искренних ребят. Очень много порядочных людей. Давайте так. Да. Многие обвиняют в том, что где-то себя не услышали и прочее. Я благодарен моим коллегам, друзьям, которые там остались и там сидят, но они вынуждены молчать или быть в нейтралитете, потому что они завязаны определенными взаимоотношениями и их приход в этот зал был на определенных условиях, которые они были обязаны, вынуждены соблюдать. Марат, после того, как ты сложил с себя полномочия, ты дал интервью Максиму Шевченко, где подробно рассказал о конфликте после этого. Но скажи мне, пожалуйста, вообще вот за этот период, после того, как ты сложил полномочия, прямые угрозы были? Нет, конечно. Звонки, попытки с тобой поговорить, выдернуть? Нет, нет, нет. Это очень сильно интересует всех наших зрителей. Это бесполезно, потому что, чтобы понимали, самый первый такой момент в моей жизни был, именно из-за политических разногласий, попытки угрозы, когда мне угрожали, когда у нас были недопонимания, точнее, я пытался возбудить на уголовное дело на Абдулатипова, когда его охранники пытались меня якобы оцепить, потом мне предупреждали, звонили в спецслужбу, что меня хотят убить. Ну, такие моменты были в тот период. Я честно скажу, от меня зависит жизнь огромное количество людей, именно их благосостояние, моей семьи, детей, которые ждут меня каждый вечер здоровыми, и мои сотрудники, которые ждут меня каждое утро здоровыми, и поэтому, потому что они берут кредиты, ипотеки под обязательность того, что Марат им даст работу и прокормит. И вы понимали, чтобы я, естественно, вы знаете, понимаете проблемы социальные на себя грузы, я себе, естественно, обеспечиваю полностью безопасность. Я осознаю каждый шаг, что я делаю, и я способен... Отсюда вопрос, каким видишь ты свое политическое будущее? Госдума, госслужба, не знаю, выезд за границу? Нет, пока... Что ты планируешь? Пока, во-первых, начну с того, что я плохой чиновник, я никогда не работал на государство. К счастью, может, к сожалению, кому-то нравится, кого-то устраивает. Всегда получалось как-то на самого себя работать, и я никогда не получал зарплату ни от кого. Вот это так сформировалось, что мне сложно быть чиновник, я плохой чиновник. Ты бизнесмен? Я бизнесмен. Мне созидать, создавать какие-то новые продукты, анализ, маркетинг, рынки, исследования, это мне гораздо ближе, нежели под кого-то, какие-то коверные... То есть ты ушел из политики навсегда? Я для себя, условно, навсегда, нельзя никогда говорить ни в чем. Но на момент действия начала и сегодня, и сейчас могу сказать, что никаких планов нет, потому что я не вижу ничего, чтобы соответствовало с кем... Или, скажем, партии. Партии в смысле не политической партии, а единомышленника, которым мы могли бы объединиться. Это при том, Марат, что эти 10 тысяч человек, которые тебе звонили со словами поддержки, они хотят, чтобы ты продолжал политическую борьбу. Да, все сожалеют, все просят, но, во-первых, многие толкать меня на путь саратовской коллегии, Бондаренко, да, или других, я считаю, что нам нельзя выходить, и вообще это моя внутренняя, у нас есть внутренняя, своя региональная повестка. Мы не выходим на федеральную повестку, у нас свои проблемы, у нас огромное количество проблем с водой, экологией, туризмом, медициной, у нас достаточно сложившихся за долгие годы, и нам бы нам свои проблемы решать. И, возможно, я более там крепче буду, не знаю, в Госдуму и прочее, я ни на что не гадаю, и опять-таки, как бы вы не хайповали, извиняюсь, не хайтили, видите, я тоже не разбираюсь еще в этих словах, я не ожидал и не думал, не стоил никаких политических планов в будущем, вот на сентябрь, на следующий год и так далее. Цель была так, остановить для себя, морально устаканиться, вернуться в семью, бизнес. Что будет? Буду ли я чиновником, буду ли я исполнителем? Конечно, хочется изменить, правда. Вот правда, честно вам скажу, ложа руку на сердце, могу сказать, что я пришел для того, что мне важно. У меня есть принцип. Я постараюсь изменить квадратный метр, на котором я стою. Получится ли мне изменить следующий? И так далее. Барат, отсюда твое напутствие молодому поколению. Нельзя разочароваться, нельзя останавливаться. Все эти люди, все эти кланы и ждут, что мы остановились, и они только ждут, что мы не вернулись и уехали. И когда я еще в прошлом году, правда, оно может менее ярким, это видео было у меня, я у себя публиковал и привлекал внимание к муниципальным выборам. Когда идите в выбор, идите в свое село, идите в свой район, меняйте так. Потому что я с 11-го года был депутатом райсобрания, чтобы вы понимали. Причем, если мы будем интегрироваться, потихоньку помогать своей земле, начиная с собственного села, нельзя патриотизм начинать из Москвы сидя и танцую на Манежной лесгинку. Но это патриотизм, это твое село, твой двор, твой район, твой народ. И так формируется. Это твое напутствие дает нам уверенность в том, что ты не сможешь уехать из Дагестана. Но ты обязательно вернешься в политику. И ты вернешься в политику. Я это чувствую, Марат. Тебе в любом случае удачи и в бизнесе, и в политике. Спасибо. Спасибо всем еще раз. Мы еще с тобой в Дагестане повоюем. С коррупцией, с социальными пороками. Спасибо.